Хотите приготовить что-нибудь доступное и необычное на всю семью? Тогда вы по адресу. Сегодня мы покажем вам три простых рецепта, которыми можно порадовать своих близких за семейным застольем. Поехали! Первое блюдо на сегодня – гнезда с фаршем. Включаем огонь и пока сковорода нагревается, нарезаем лук мелкими кубиками. Выливаем растительное масло и обжариваем лук. Теперь выкладываем на лук гнездышки из макарон. Сверху каждого гнездышка кладем фарш. Посыпаем его сахаром, солью, перцем и добавляем томатную пасту. Теперь выливаем томатный сок. Посыпаем травами и заполняем сковородку водой до середины гнездышек. Накрываем крышкой и тушим гнездышки примерно 15 минут. Гнездышки с фаршем готовы. Ваши родственники точно будут удивлены таким блюдом. Ну а мы переходим к следующему рецепту. Крабовые палочки в кляре точно не оставят ваших гостей равнодушными. Сушим крабовые палочки на салфетках, чтобы ушла лишняя влага. Ставим сотейник на огонь и выливаем в него растительное масло. Пока наш фритюр разогревается, готовим кляр. Разбиваем в емкость яйца, добавляем соль, перец, муку, майонез и взбиваем. Кляр готов. Переливаем его в миску и обмакиваем палочку в кляре. После чего кладем во фритюр. Проделываем то же самое с каждой палочкой. Готовые палочки высыпаем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Готово. Такого блюда ваши гости точно еще не пробовали. Ну а мы приступаем к крайнему рецепту на сегодня. Рулетики из огурцов и сыра. Нарезаем огурцы тонкими слайсами. Теперь начинка. Добавляем в миску плавленый сыр, майонез, сухой чеснок, соль, перец, укроп. И перемешиваем до однородной массы. Начинка готова. Теперь раскладываем на доске слайсы огурцов. Выкладываем начинку на край слайса таким образом. После чего закручиваем их в рулет. Проделываем то же самое с остальными слайсами. Чтобы наши рулетики не развалились, можно воткнуть в них зубочистку. Рулетики из огурцов и сыра готовы. Быстро, дешево и вкусно. Обязательно делите своими любимыми семейными рецептами в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.